друзья привет на связи света бергер и сегодня у нас очень важная тема как научиться выбирать ту самую желаемую ветку реальности и осознанно начать выбирать счастье в своей жизни и это не просто красивые слова а реальный практический навык который можно и нужно тренировать и этот навык способен изменить не только твое настроение но это как ты воспринимая жизнь как ты строишь свои отношения и даже то какие события с тобой происходят я как всегда буду опираться не только на теорию но и на свой богатый личный опыт поверьте я знаю как это застрять состояние недовольства раздражения и сопротивление жизни и знаю как можно из этого выбираться шаг за шагом меняя фокус своего внимания и здорово что этот навык доступен каждому из нас как же научиться выбирать счастье начнем с главного счастья это не набор каких-то идеальных обстоятельств которые вдруг свалился человеку на голову и кому-то повезло да как выигрыш в лотерее счастье это скорее состояние которое начинается внутри и каждый день самого утра ты делаешь выбор и как будто включаешь радио до настраиваешься либо на волну все плохо fm и можешь слушать как мир катится к чертям собачьим или можешь выбрать волну радость fm и искать и находить что-то хорошее даже в самом обычном дне и конечно это не всегда просто иногда хочется радио вообще выключить но если это делаешь выбор то делать его нужно осознанно и это меняет все если условно то можно разделить людей на два типа спящие люди и творящие люди спящий человек это тот кто живет на автопилоте его настроение всегда диктует обстоятельства например проснулся за окном увидел что дождь небо хмурое все настроение испорчено или попал в пробку раздражение уровень в небо или прочитал какие-то плохие новости и все весь день под откос и такой человек даже не осознает что можно как-то жить иначе просто плывет по течению информации и как листик в бурном ручей непонятно куда его вообще занесет а творящий человек понимает что реальность всегда начинается внутри творящий человек осознает что может выбирать на чем ему выгоднее сосредотачиваться дождь окей значит можно провести хороший вечер теплый с книгой горячим какао с пледом у камина до или пробка там может быть это просто хорошая возможность остановиться и побыть настоящем моменте в опыте своих ощущениях может быть послушать любимый подкаст вебинар и так далее да какие-то плохие новости окей их всегда можно контролировать их и не позволять им управлять своим состоянием до дозировать информацию и разница между этими двумя типами людей она конечно огромна человек спящий всегда плывет по течению непонятно вообще куда он направляется а человек творящий он сам строит лодку и выбирает куда направляться хотя иногда тоже может плыть по течению но все же пункт назначения ему известен интересный момент замечала не раз что если мы что-то отвергаем то скорее всего в жизни мы будем это проживать потому что жизнь часто может учить через то что мы отвергаем я это замечала и не раз как будто жизнь говорит тебе а ты это осуждаешь да там не принимаешь презираешь руки и посмотрим что ты будешь думать как ты будешь справляться когда сам начнешь это испытывать например у меня был период когда я презирала просто людей находящихся в апатичном состоянии в депрессии мне казалось ну как вообще так можно жить соберись тряпка возьми себя в руки пойди что-то сделаю и особенно это касалось конечно моей мамы но однажды я сама оказалась в этом состоянии и это был момент когда я поняла что все-таки такое состояние депрессии это не слабость не лень это состояние в котором ты по-настоящему обездвижен и ты вроде понимаешь что происходит но у тебя просто нет сил что-то изменить и и нет на этой энергии или еще один другой пример я осуждала людей которые злоупотребляют алкоголем и мне казалось ну как можно вообще не иметь силы воли чтобы справиться с этой зависимостью но жизнь в очередной раз то я решила преподать не урок и сначала в моей жизни появился один партнер с алкогольной зависимостью потом другой ухажер и позже я и сама начала искать утешение и расслабление в бокале вина или шампанского и это был как раз тот момент и озарение когда я поняла что действительно легко в эту ловушку попасть и получается что жизнь как бы преподает уроки если ты что-то отвергаешь то она может сказать окей давай попробуем а сможешь ли ты теперь это принять и еще один интересный закон на то что ты направляешь внимание то и растет твоей жизни до куда направляешь внимание туда и течет твоя энергия и если ты сосредотачиваешься на раздражение то мозг начинает находить подтверждение твоего недовольства и вот люди злые все идет не так вот почему все так несправедливо и чем больше ты фокусируешься на этом тем больше кажется что весь мир настроен против тебя но если ты выбираешь видеть хорошие даже самое что-то маленькое то все меняется как будто бы ты переключаешь канал на такую вот более светлую сторону и здесь на помощь приходит наш мозг то от точнее его часть которая называется ретикулярная формация это фильтр который выбирает что пропускать сознание если ты зациклен на негативе то мозг начинает подбрасывать тебе только плохое да и выцеплять g из жизни только негатив но если ты тренируешься замечать хорошие то мозг опять же начинает это искать автоматически если ты например решил что окей я буду замечать радости то вдруг ты начинаешь замечать как красиво светит сегодня солнце как классно и вкусно пахнет сегодня кофе как приятно что ты вовремя успел навстречу например да и мозг он такой как хорошо натренированный поисковик начинает находить именно то что ты ищешь и важно конечно помнить что мы не можем все контролировать войны и болезни традей трагедии какие-то это реальность но одновременно и в этом же мире есть любовь и забота и вдохновение и красота и все это существует одновременно и здесь важный момент если ты не можешь что-то изменить то просто перестань с этим бороться вместо этого спроси себя могу ли я что-то сделать и если ты не можешь какой смысл направлять туда свое внимание и свою энергию например ты не можешь остановить дождь но можешь зато сварить себе горячий шоколад и и устроить классный вечер и ты не можешь изменить плохие новости но ты можешь выключить телевизор или там допустим этот телеграм-канал и позвонить другу чтобы поддержать его или получить поддержку самому и переключить внимание на что-то другое и если представить жизнь как огромный шведский стол на одной стороне допустим стоят какие-то кислые салаты до полные там раздражение какие-то сгоревшие котлеты обидные горький суп там разочарования на другой сочные фрукты радости теплый хлеб вдохновение до десерт из благодарности куда уже пойдет твоя фантазия то каждое утро ты подходишь к этому столу с тарелкой и вопрос только в том что ты будешь выбирать хочешь ли ты наполнять свою тарелку раздражением обидами плохими новостями тогда не удивляйся что жизнь будет на вкус горчить да или ты решишь выбрать сладости радости благодарности и тогда и соответственно твой день будет легким и вкусным так что друзья сознательный выбор нужно делать каждый день каждое утро у нас есть выбор жить на автомате или жить осознанно и самим творить свою реальность и счастье повторюсь это не результат каких-то идеальных обстоятельств это все таки привычка видеть хорошие тогда когда может быть вокруг не все гладко но все в нашем мире находится в балансе я в это верю и так что друзья попробуйте сегодня остановиться и найти хотя бы одну маленькую радость может быть это будет даже просто лучик солнца или звонок друга и заметьте это дайте этому внимание и поблагодарите себя за этот правильный выбор помните что вы сами творите свою реальность и этот выбор меняет все до связи и обнимаю пока